Уважаемые коллеги, доброе утро, всех приветствую. Давайте проведем тест. Скажите, пожалуйста, видно или слышно меня? Если вы меня видите и слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично. Так, меня видно и слышно хорошо. Коллеги, еще раз доброе утро. Рада сегодня провести для вас этот вебинар. Меня зовут Кристина, я менеджер компании «Меркурий». Одно из моих главных направлений – это наши любимые и ни на что не похожие на Мальдивы. Сегодня утром мы будем разговаривать именно про них. Мы построим нашу презентацию следующим образом. Я расскажу вам про нашу компанию. Далее мы поговорим с вами про особенности и технические моменты бронирования Мальдив. И дальше перейдем к разбору отелей в зависимости от целевой аудитории. То есть мы посмотрим, кому можно продавать Мальдивы, как это делать и на что делать уклон при продажах. Итак, давайте начнем. Туристическая компания «Меркурий» и туроператор «Меркурий» работают для вас с 2004 года. Изначально туроператор работал по направлению Италия, но уже много лет мы являемся многопрофильным туроператором. И сейчас мы можем отправить вас или ваших туристов в любую страну мира и сделать вам тур любой сложности. У нас в онлайне вы можете найти туры по всем странам и на всех возможных авиаперелетах. То есть если вам нужна тур «Цена Победе», все есть у нас в онлайне. Если вам нужны Мальдивы на Катарах, на Эмирейцах и так далее, вы всегда можете найти это у нас. Либо если какой-то тур вы не видите, нам всегда можно позвонить. Мы очень рады с вами поговорить и подобрать для вас лучший вариант. Одной из отличительных особенностей нашей компании является то, что мы не используем заемные средства. То есть мы не закредитованы, мы работаем исключительно на прибыли, и это говорит о нашей надежности. То есть мы очень стабильный туроператор, у нас нет долгов, и это дает нам возможность быть надежным партнером для вас и для ваших туристов. Еще раз повторюсь, что мы работаем по всем направлениям, и если вам необходим, например, фит-расчет какой-то сложной поездки, наши менеджеры всегда его сделают и будут рады вам помочь. Итак, мы с вами переходим к рассказу про Мальдивы. Мальдивы прекрасные, Мальдивы неподражаемые, и это замечательный продукт, который очень хорошо продавать туристам, потому что туристы всегда, абсолютно всегда возвращаются с Мальдив довольными. Я вам краткую информацию расскажу. Мальдивы состоят из 26 атоллов. Атоллы делятся на острова. Островов на Мальдивах больше тысячи, но обитаемых на данный момент всего 200. Это острова-курорты, и это локальные острова, на которых живет местное население. И в том числе находится гистхаус, о которых я далее упомянула. На Мальдивах есть относительное понятие сезонности. Высокий сезон с октября по апрель, пик при этом приходится на начало зимы и до конца марта. Лето считается низким сезоном, но лето ни в коем случае не нужно бояться, потому что сейчас, во-первых, меняется климат в целом по планете, во-вторых, в мае месяце происходит смена сезонов, и летом могут идти тропические дожди. Но поскольку климат на Мальдивах тропический, дожди короткие, отдыху они не мешают. Может, да, 2 часа полить, самое максимум, что мы видели летом, но после этого прекрасно можно купаться, загорать, небо чисто. То есть, если вы работаете с Мальдивами летом, их бояться не нужно. Единственное, наверное, я бы рекомендовала с осторожностью бронировать май месяц из-за смены сезонов. Вот в этот месяц может дуть ветер, может быть не очень приятная погода. Поэтому ориентируйте лучше туристов уже где-то начиная с первой недели июня. На Мальдивах есть налоги. Это больная тема многих туристов, но на самом деле, когда вы считаете проживание, естественно, все налоги, включая грин-таксы, они уже включены. С налогами туристы могут столкнуться на Мальдивах, когда будут заказывать какие-то дополнительные услуги, которые не входят в их проживание. Это спа, это разные виды спорта, это может быть питание или напитки, если они не включены в план питания. Ко всем ценам на Мальдивах, если иное не указано, всегда будет добавляться НДС в размере 10% и сервисный сбор. Грин-такс – это налог на проживание. Он добавляется именно в проживание, он не добавляется к услугам. Составляет он 6 долларов с человека и уже, как я упоминала, он будет включен в стоимость при бронировании. Варианты проживания на Мальдивах два. Это острова-курорты, когда один отель – это один остров, либо это гест-хаус на локальном острове, то есть это остров больше по размеру, чем остров-курорт. На нем находятся несколько городских отелей, но при проживании на локальных островах есть свои особенности. Первое – на них запрещен алкоголь, потому что Мальдив – это мусульманская страна, и алкоголь там нельзя употреблять, а на этом острове могут жить местные. И второе, самое важное – это то, что на этих островах есть специальные бикини-пляжи, где можно купаться в купальниках. На всех остальных пляжах таких островов в купальниках купаться нельзя. Об этом обязательно нужно говорить туристам, потому что с этим могут… ну, чтобы у туристов просто не возникло проблем на отдыхе. Острова также небольшие по размеру, как правило, там даже нет какого-то автомобильного движения, там можно передвигаться на мопедах, либо автомобильное движение очень слабое. До любого бикини-пляжа всегда можно дойти пешком, это не представляет сложностей. Полетная программа. Полетная программа на Мальдивы широко представлена из Москвы и Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга до недавнего времени летал Аэрофлот с пересадкой в Москве и Катар Эйрвейс с пересадкой в Дохе. На зимний период Катар Эйрвейс обещает расширить полетную программу, рейсов будет больше, сейчас их два. И у нас недавно прошла прекрасная новость о том, что авиакомпания Эйрвейс снова начинает летать в Эмираты и Санкт-Петербурга. Соответственно, Эйрвейс тоже можно прекрасно стыковать. С 5 октября они летают три раза в неделю, и с 21 октября они обещают летать ежедневно. Возможно, будут какие-то коррекции в расписании, но пока расписание вот такое, и мы очень этому рады, потому что Эйрвейс одна из лучших авиакомпаний, и, конечно же, ими очень удобно летать на Мальдивы. Полетные программы из Москвы, конечно же, шире. Из Москвы летает ежедневно Аэрофлот прямыми рейсами, причем на некоторые даты стоят по несколько рейсов, то есть по два рейса в день, утренний и вечерний и ночной. Катар Эйрвейс летает из Москвы ежедневно, при этом можно выбрать удобный вариант стыковки, потому что из Дохи до Малей летает очень много рейсов. Можно подобрать удобную стыковку. Эмирейс также летает из Москвы через Дубай. Этихат через Абудаби, Сингапур через Сингапур, и недавно Шри-Ланка возобновила свои рейсы и летает через Коломбо. Пока два раза в неделю, но, опять же, в планах у Шри-Ланки увеличить количество рейсов, потому что спрос на их авиакомпанию очень большой и всем мест уже не хватает. Я призываю обязательно изучать информацию по правилам авиакомпании, потому что авиакомпания, естественно, опирается на правила Мальдив, но, тем не менее, авиакомпания может добавлять также свои требования. Например, Этихат, который летит через Абудаби, просит сдавать тест на обратном пути, хотя Россия не требует, конечно же, для граждан России никаких тестов, но это требования авиакомпании Этихат. Итак, если мы говорим о требованиях, какие сейчас правила въезда на Мальдивы? Паспорт должен быть сроком 1 месяц даты возвращения. Раньше это было полгода, но в связи с ситуацией в мире Мальдивы сократили требования к загранпаспорту, и теперь можно встать с месячным паспортом. Дальше. ПЦР за 96 часов. Я специально поставила звездочку, и вот почему. На предыдущем слайде мы говорили с вами о том, что авиакомпании могут быть свои требования. И на самом деле некоторые авиакомпании просят, чтобы тест был сдан за 72 часа, извините, за 72 часа до вылета из первого пункта. Поэтому мы на самом деле рекомендуем и туристам говорим, и агентам говорить, что ПЦР-тест лучше сдавать за 72 часа. Просто чтобы вам было спокойнее, нам было спокойнее, туристу было спокойнее, и никаких проблем при вылете не возникало. Заполнен декларация здоровья. Если вы уже отправляли туристов на Мальдивы, то вы с ней сталкивались, в ней нет абсолютно ничего сложного. Она заполняется на специальном сайте, и заполняется на, внимание, не ранее, чем за 24 часа до прилета в Мале. То есть, когда вы прилетите в Мале, она должна действовать. Ее можно заполнять даже по пути в аэропорт, очень редкие какие-то сбой на этом сайте, и ее, скорее всего, точнее, большинство авиакомпаний просят ее при посадке. То есть при посадке вам необходим будет QR-код, который генерирует данная декларация. В декларации вас спросят про то, где будет турист жить, точнее, туриста спросят его паспортные данные, когда он возвращается, не болел ли он, и туда нужно будет прицепить результаты ПЦР-теста. Документы для авиакомпании. Некоторые авиакомпании, например, Qatar Airways, просят заполнить согласие про обработку персональных данных. У них на сайте есть эта форма, мы ее обычно прикрепляем к заявкам. Ее можно также заполнить в аэропорту. Иногда ее вообще не спрашивают, но поскольку мы, опять же, хотим, чтобы все отдыхали комфортно, и чтобы никаких вопросов не возникало у туристов в аэропорту, мы рекомендуем заполнить ее заранее. Ничего сложного, опять же, нет. Это просто согласие на то, что вы разрешаете компании Qatar Airways обработать данные ПЦР-тестирования туристам. Все, больше там никаких вопросов нет. Медицинская страховка. Медицинская страховка нужна в первую очередь для спокойствия ваших туристов, потому что кроме нашего знаменитого коронавируса случиться может многое. Это все-таки мальдивы, это водные виды спорта, это водные виллы, где человек может, не дай бог, травмироваться, либо у него просто поднялась температура, а лечиться на Мальдивах достаточно небюджетно. Поэтому медицинская страховка нужна обязательно для путешествия на Мальдивы. Итак, мы с вами уже приближаемся, мы уже прилетели в Мале, и далее у нас трансфер. На Мальдивах существует три вида трансферов. Это катер, гидросамолет и местная авиалиния плюс катер. Если отель расположен недалеко от Мале в пределах часа или полтора езды на катере, то будет предоставлен катер. Некоторые отели предлагают катер либо гидросамолет, но катер значительно дешевле, поэтому большинство туристов при возможности выбрать катер выбирает именно катер. Катер – это очень удобный на самом деле трансфер в Мале, потому что когда вы прилетаете, вы вышли из аэропорта, перешли дорогу, и далее вас уже ждет, у вас будет посадка на катер. Гидросамолет – это, конечно же, самый популярный трансфер. Очень многие летят на Мальдивы в первую очередь, ну, точнее, во вторую очередь, чтобы полетать на гидросамолете и получить этот опыт. Это на самом деле интересное приключение, особенно кто едет в первый раз. Гидросамолет довезет туристов до тех островов, которые находятся от Мале дальше. Соответственно, местная авиалиния и катер – это аналог гидросамолета. Они, как правило, дешевле, если у отеля нет никакой акции, по которой гидросамолет будет равен местным авиалиниям плюс катер. Но местная авиалиния плюс катер – это больше телодвижений. Когда вы прилетаете в Мале, если у вас трансфер на гидросамолете, то вы садитесь на трансфер, который отводит вас в терминал гидросамолетов, там вы ждете вылет, и, соответственно, гидросамолет довозит вас прямиком до вашего отеля. Единственное, что нужно предупреждать туристов, что гидросамолет может лететь по принципу маршрутки, то есть по пути в отель, где отдыхают туристы, гидросамолет может остановиться еще в других отелях. Нужно внимательно слушать название отеля, чтобы случайно не выйти не в своем. Но на самом деле этого не случается, потому что, слава богу, все у нас адекватно умеют слушать. Перед посадкой на самолет туристы предупредят о том, что они могут где-то сесть. Местная авиалиния плюс катер – это больше телодвижений, то есть туристы прилетают в международный аэропорт Мале, дальше их сопровождают, переводят в терминал местных авиалиний, помогают зарегистрироваться, издать багаж, и они ожидают вылета в местном терминале. То есть это обычный самолет, просто меньше по размеру, чем наши аэробусы, хотя они там тоже есть. Данный самолет довезет туристов до ближайшего локального аэропорта, который находится в том атолле, где находится отель туристов. Там их встречают, забирают багаж, на трансфере везут до пристани, где находится катер, и катер отвозит их уже непосредственно в отель. При этом я призываю не пугаться такого трансфера, потому что для многих отелей он даже будет поудобнее гидросамолета. И я дальше на примере одного отеля вам как раз-таки это покажу. Перед вами карта, общая карта Мальдив. Они вытянуты, как мы видим, в Индийском океане. Мале находится в центре. Так, сейчас, секундочку. Так, вот он у нас, Мале. Соответственно, я надеюсь, что всем видно. Я ввожу курсором. Возвращаясь к вопросу сезонности, когда вы бронируете отели на лето, то на лето лучше выбирать отели в районе Мале, либо южнее. Если понравился отель на севере, тоже ничего страшного. Просто там чаще могут быть какие-то ветра, либо кратковременные дожди, на юге все-таки поменьше. Соответственно, если ваш отель находится где-то вот в этом вот районе, то трансфер будет на катере. Если ваш отель находится дальше на севере или дальше на юге, то трансфер уже будет на гидросамолете, либо на местных авиалиниях плюс катер. На что обращать внимание при бронировании? Мальдива продукт на самом деле очень интересный. У него есть также, как у любой другой страны, свои особенности. Первое – это ориентация отеля. Есть отели, которые только для взрослых. Есть отели, которые ориентированы на отдых для серферов, на отдых для семей. То есть при подборе отеля надо руководствоваться в первую очередь тем, что хотят получить ваши туристы от отдыха. Спокойствие, веселье, детские клубы, катание на волнах и так далее. Второй пункт важный – это удаленность от Мале. То есть, как я раньше сказала про трансферы, если у вас туристы, например, с очень маленькими детьми, то, возможно, имеет смысл рассмотреть те отели, которые находятся от Мале на расстоянии трансфера на катере. Потому что если им нужно будет лететь, например, на доместики плюс катер, а у них инфант и еще несколько детей возраста двух-четырех лет, то, наверное, им это будет тяжело. Но туристы очень разные, и все равно с ними просто нужно проговорить в этот момент перед бронированием. Дальше – менеджмент и рынок продаж. Это на самом деле очень такой интересный вопрос, потому что у всех, у большинства, точнее, отелей на Мальдивах есть ориентации. Какие-то продаются в большинстве части на европейский рынок, на Россию, на страны СНГ. Какие-то отели делят, какие-то отели продаются на арабский рынок либо ориентированы на Азию. Это может сказываться на менеджменте, это может сказываться, в первую очередь, на питании, что очень важно для наших с вами туристов. Питание. Не все отели на Мальдивах работают на все включено. Некоторые отели могут работать вообще только на завтраках, но это тоже нужно обращать внимание, потому что напитки и питание на Мальдивах достаточно дорогие. И к ним еще будут добавляться налоги. То есть если вы даже, допустим, отправляете туристов в отель, где только завтраки, и присылаете им меню, потому что большинство отелей публикует меню у себя на официальных сайтах, нужно понимать, что к этим ценам будут добавляться налоги. Категория номеров – это тоже очень важный момент, потому что не все номера на Мальдивах расположены на пляже, не все они выглядят, как вот эти вот красивые бунгла на рекламных картинках, которые мы с вами видим. Поэтому очень-очень внимательно нужно читать описание категории номера. Наличие домашнего рифа – это один из самых популярных вопросов, которые спрашивают у нас и агенты, и туристы, потому что очень многие хотят посмотреть на подводный мир Мальдив, и он на самом деле прекрасен, но он есть не во всех отелях, либо он есть в отеле, но на него нужно будет ехать. Дальше на примере отелей мы с вами это рассмотрим, как раз-таки что такое домашний риф и что такое выездной риф. Все включено и Мальдивы. Иногда это такая больная тема, потому что на Мальдивах все включено, может быть очень разное. Это может быть софт, все включено, где не включены алкогольные напитки. В рамках одного отеля может быть до четырех типов все включено, не считая стандартных ВБ, HB, FB. И поэтому так же внимательно, как мы относимся к выбору категории номера, нужно обязательно внимательно относиться к выбору типа питания. У вас может быть четыре типа о-инклюзив, где будет, например, на четвертом уже включен кальян, на два часа спа или еще что-то, а на первом не будут включены напитки, и будет включен только шведский стол. На это нужно обязательно обращать внимание, чтобы, опять же, комфортно было отдыхать и вашим туристам, и, соответственно, не возникало каких-то вопросов, потому что доплачивать за тип питания в отеле, конечно же, будет дороже, чем изначально бронировать тот тип питания, который туристам удобен. Еще обращайте внимание туристов, то, что бары на все включено, работают, как правило, до 12 ночи, в некоторых отелях до 10 вечера, и дальше уже возможно только обслуживание номеров. При этом, поскольку это мусульманская страна, если человек очень сильно выпил, ему могут больше и не налить. Честно скажу, на Мальдивах еще ни разу мы с таким не встречались, просто потому что на Мальдивы ездит определенная публика. Какие особенности на Мальдивах сейчас? Мы сдаем тест ПЦР, мы с вами это проговорили, еще раз напомню свою рекомендацию сдавать его все-таки за 72 часа, но по правилам 96, поэтому если, например, летите аэрофлотом, то там вообще никаких проблем не возникает. Здесь больше вопрос к иностранным авиалиниям. Во всех отелях, ну точнее в 95, наверное, процентах отелях, на шведском столе вас попросят прийти в маски. Некоторые отели делают свои брендированные тканевые маски и при заезде они будут лежать у вас в номере. Некоторые отели дают маски одноразовые при входе, при входе в ресторан. При этом некоторые отели также просят одевать перчатки. Мы в одном отеле с этим столкнулись, недавно в фонтрипе. Также перчатки вам выдаются, и они одноразовые, и после обеда, соответственно, их можно выкинуть. В случае подозрения на коронавирус будет проводиться тестирование в отеле. То есть если у человека есть симптомы, либо если на острове уже был кто-то под подозрением, при этом тестирование проводится за счет туристов. Это на самом деле не очень часто случается на Мальдивах в силу изолированности курортов, в силу того, что все-таки мы сдаем тест перед вылетом. Поэтому, но туристов нужно об этом предупреждать. Тесты на Мальдивах стоят от 70 долларов и практически до бесконечности. Вот рекорд, мы общались с отелем, у них 200 долларов стоит тест. Поэтому возможно, что у кого-то еще и больше. Но от 70 до примерно 150 можно туристов ориентировать. В случае положительного теста туриста сажают на карантин. Здесь есть два варианта. Либо турист остается в отеле, где он проживает, и две недели сидит в отеле, при этом повторно тест ему сдать не дадут, если он отрицательный. Стоимость проживания в отеле при этом будет обсуждаться с тем, но, как правило, это около 60-50% от цены ночи, по которой у нас контрактные, по которой мы бронируем туриста. Турист будет жить при этом на фуллборде без алкогольных напитков. Соответственно, если у туриста нет возможности оплатить двухнедельное проживание в отеле, в котором он до этого жил, если, например, у него закончилось проживание, то ему предложат переехать в гестхаус в Мале. Там проживание поменьше, оно там стоит от 25 долларов за ночь. Соответственно, по деньгам приятнее, но гестхаус есть гестхаус, а курорт на Мальдивах есть курорт на Мальдивах. Поэтому мы всем туристам советуем перед поездкой на Мальдивы себя беречь, по минимуму контактировать и, соответственно, лечиться. Тест по ЦРН обратно вылетит, мы с вами обсуждали его при разборе авиакомпаний. Он нужен, если вы, например, летите со стоповером где-то в Турции на Туркишах, либо если этого требует авиакомпания. Соответственно, тест дается по стоимости, которую выставляет отель. Как я уже говорила, это обычно 70 до 150 в среднем. Соответственно, тест дают те категории граждан, которым нужен. Соответственно, если в Турции это дети до 12, до 12 его не сдают, здесь уже будет играть роль то, куда вы летите, в какой стране вы останавливаетесь, либо какой авиакомпании. И вот мы переходим к самому интересному. Наконец-таки мы доехали до Мальдивы, и теперь мы выбираем отель. Кому можно продавать отели на Мальдивах? Всем. Всем можно продавать отели на Мальдивах. На Мальдивах можно найти отель для каждого. Мальдивы – это, в первую очередь, семейный отдых. Мальдивах – это прекрасные детские клубы, это прекрасное купание для детей, это море, песок, это экзотика вокруг, это прекрасное питание, сервис, это непередаваемые ощущения, детям всегда очень нравится. Это романтический отдых. Мальдивы, мне кажется, самое популярное место для медового месяца, либо для отдыха пар, потому что вокруг океан. И в Мальдиве есть особенность. Если вы живете даже в отеле, который фулли-букт, у вас будет ощущение, что вы в этом отеле одни. То есть у вас не будет ощущения толпы, вам будет казаться, что Мальдивы только для вас. Любителям сноутлинга и дайвинга. Да, на самом деле на Мальдивах есть сноутлинг и дайвинг, есть богатый подводный мир, но обязательно предупреждайте туристов, чтобы они не сравнили его с Египтом, потому что это все-таки другой океан, это не море, это океан. Здесь другой подводный мир. К сожалению, постепенно многие рифы на Мальдивах, они умирают вследствие потепления океана, и благодаря нашим с вами солнцезащитным кремам, которые, к сожалению, тоже оказывают пагубное влияние. Но сейчас уже научились искусственно делать кораллы, то есть искусственно возрождать их жизни, и около некоторых отелей уже наблюдается их рост. То есть есть надежда, что подводный мир Мальдив, в том виде, в котором он был изначально, он обязательно восстановится, и мы сможем его наблюдать. Любителям серфинга Мальдивы очень популярное место для серферов, причем серферы приезжают на Мальдивы со всего мира, из Бразилии, из Австралии и так далее. Когда я в одном отеле, который как раз-таки очень популярный у серферов, задала вопрос, почему же серферы не катаются у себя в Бразилии либо в Австралии, потому что, ну, казалось бы, да, зачем лететь на другой край света? Ответ был прост. На Мальдивах гораздо меньше людей, и никто на волне тебе не мешает. Причем людей меньше в разы. Ну, вот просто в разы. Если на одну волну пытаются съесть 30 человек в Австралии, то на Мальдивах их будет 4, грубо говоря. Поэтому, конечно, серферам, профессиональным серферам это очень интересно. Любителям спа. На Мальдивах прекрасные спа. Есть отели, у которых замечательные спа-комплексы. Мы обязательно с вами их сегодня посмотрим. И на самом деле, если туристы хотят какую-то ретрит-программу, то на Мальдивах им тоже можно смело предлагать, потому что все-таки эта страна находится в азиатском регионе, и здесь, что же так, спа здесь умеют. Для компаний друзей. Мальдивы можно предлагать компаниям, которые хотят отдохнуть, просто повеселиться, но при этом нужно понимать, что такие компании должны в том числе уметь сами себя развлекать. То есть здесь нет такой активной анимации, как в Турции и Доминикане. Она, естественно, здесь есть вечером. Здесь можно заняться водными видами спорта, на тот же самый снорклинг отправиться, в спа или еще куда-то. Но при этом компании должны быть весело друг с другом в первую очередь, потому что Мальдивы все-таки они поспокойнее, чем большинство курортов, которые мы с вами продаем в других странах. Далее наша презентация будет строиться следующим образом. Мы с вами рассмотрим некоторые отели по целевым категориям, которые я обозначила ранее. Я сразу оговорюсь о двух моментах. Первый. Я не буду вдаваться в технические подробности по каждому отелю. Я не буду рассказывать про типы номеров и расположение отеля, потому что иначе я буду разговаривать до завтрашнего утра, а вы просто уснете. Я расскажу вам основные моменты, почему этот отель был отнесен нами в ту или иную категорию и на что можно обратить внимание при бронировании. То есть если у вас запрос на семейный отдых или на романтический, на что можно просто в первую очередь обратить внимание. И далее вы уже сможете из всего большого списка отелей на Мальдивах выбирать отель именно по данным параметрам. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание. Если, например, в списке отелей для семейного отдыха вы видите отель, куда вы отправляли молодоженов, не пугайтесь, это абсолютно нормально. Этот список, он такой обобщенный, то есть это не руководство к действию, то, что нужно выполнять обязательно. Если, например, вы видите отель, не знаю, там, Мавинпик, а вы туда отправили на медовый месяц, и он у нас в списке семейного отдыха, это не значит, что отель для этого плох. Просто его концепция, она семейная. Отдыхать там при этом молодоженам не возбраняется, они также прекрасно проведут там время, потому что, как я ранее говорила, во всех отелях на Мальдивах у них концепция спокойного отдыха. И если это молодожен, их обязательно поселят так, чтобы они наслаждались друг другом, Мальдивами, и вокруг них было достаточно спокойно. Итак, семейные отели. Семейные отели, так, извините, забежала вперед. Семейные отели, к ним, в первую очередь, относятся отели, в которых есть большие интересные детские клубы. В некоторых отелях практически есть даже лагеря, где детишки ходят в походы, разрисовывают кокосы, следят за крабами, учатся снофлингу. В некоторых отелях даже есть детская спа. И также к семейным отелям, в первую очередь, относятся отели, которые работают по системе «Все включено», потому что на Мальдивах с маленькими детьми, да и не с маленькими тоже, конечно же, удобно, когда вы понимаете, что вам ни за что доплачивать не нужно будет. Давайте посмотрим на примере отелей. Первый отель, который приходит многие на ум, когда мы говорим про семейные отели, это отель Аяда. Аяда очень популярен, потому что здесь детский клуб большой, активный. Вот это вот концепция детского лагеря даже, возможно, больше. Здесь детям устраивают целые приключения. Очень много всяких программ, активностей, расписания. В Аяде несколько типов питания, все включено. Можно выбрать тот, который больше подходит вашим туристам. Соответственно, пока дети находятся в детском клубе, тоже есть чем заняться взрослым. Здесь есть и дайвинг-центр, и спа, и различные водные виды спорта. Здесь много ресторанов. Всегда можно выбрать, где провести время. То есть этот отель, он подходит для всех. Единственный момент по поводу отеля Аяда. Туда возможен транспорт только на доместик плюс катер. Туда не летает Seaplane. Так исторически сложилось. Поэтому, если вы бронируете этот отель для туристов, об этом их обязательно предупреждайте. То, что у них будет трансфер на доместике плюс катер. Сан-Сиам и Руфуши. Прекраснейший отель. Достаточно уже не новый. Но там постоянно проводятся реновации. И номера выглядят там просто идеально. Я была там в последний раз в 2018 году. Отель классический Мальдив. Вы знаете, вот эти вот бунгало с крышами покрытыми, вот этой вот растительностью. Он очень большой. На территории Сан-Сиам и Руфуши находится самый большой по площади детский клуб. То есть дети разного возраста, до 12 лет обязательно идут чем-то заняться. Здесь также организуются целые программы, походы, различные развлечения для детей. То есть, если вы туда отходите ребенка, можно про него забыть до ближайшего обеда или ужина. Вы его потом просто оттуда не вытащите. При этом курорт очень эргономичный. Он зеленый, он красивый. Здесь прекрасный пляж. Здесь хороший спа-комплекс. Здесь есть вечерние программы. Здесь проводятся фестивали. Мы, когда были в этом отеле, попали на фестиваль travel-фильмов. То есть, это красная дорожка, люди в длинных платьях, голоужин. Был очень интересный опыт. Соответственно, и, естественно, гостям отеля все это доступно. То есть, гости отеля на такие мероприятия, они обязательно приглашаются. Отель также работает на «Все включено». Причем все включено. Эта система питания здесь одна. И она включает в себя посещение а-ля карт ресторанов. Питание в отеле прекрасное. То есть, здесь есть и азиатская еда, и европейская еда. Несмотря на то, что сетка «Сан-Сиам», в принципе, больше ориентирована на продажи на Азию и СНГ, но, тем не менее, все-таки питание здесь отличное для всех. Вот, честно скажу, я привередлива в плане питания. Я прямо вот в восторге. «Миру». «Миру» – очень популярный отель. Я думаю, что многие из вас наверняка его слышали, либо отправляли туда туристов. Первый, самый большой плюс – он находится недалеко от Малей, и трансфер туда на катере. Это очень удобно, особенно с маленькими детьми. Здесь есть клуб как для детей, так и для подростков. Здесь проводятся как раз-таки уроки дайвинга для детей. Они проводятся, естественно, не на глубине, а на мелководье. Но детишек знакомят с дайвингом, с погружением. И это, на самом деле, очень интересный для них опыт. Потом дети вырастают и приезжают уже за сертификатом и изучают подводный мир, будучи взрослыми. Также «Миру» – очень большой остров сам по себе. И здесь много всего интересного. Здесь есть даже небольшой этнографический музей, который рассказывает про Мальдивы. Когда нас спрашивают, чем заняться на Мальдивах, там же ничего нельзя посмотреть. На Мальдивах даже музей на островах есть, причем на многих островах. Где-то это именно музей, где-то это биологическая станция. И это, на самом деле, очень интересно, причем не только для детей, но и даже для взрослых. Отель достаточно активный. То есть, если вы вечером хотите потанцевать, либо послушать музыку, она здесь есть. То есть, сюда можно отправлять молодежь. Отель подойдет и для них, и для семей с детьми. Поэтому один из наших хитов продаж – очень популярный отель, в первую очередь, благодаря своей доступности. Единственное, что прошу обратить внимание, по ценовой политике отель работает на полном пансионе, либо на все включено. И разница между полным пансионом и все включено достаточно большая. Поэтому, возможно, если туристы пьют не очень много, имеет смысл бронировать туристам все-таки фуллборд. Вот, у них все включено, просто потому что потом им будет дешевле доплачивать за напитки на месте. И у них они разницу просто не напьют, скажем так. Романтический отдых. Конечно же, Мальдивы – это романтика, это океан вокруг, медовый месяц, красивые виды, это песочек, это релакс. Мы обычно советуем, в первую очередь, предлагаем туристам и агентам рассмотреть отдых на тех островах, которые не обладают детской инфраструктурой, либо только для взрослых. При этом, опять же, не возбраняется отправлять медовый месяц в семейные отели, потому что вопрос здесь, в первую очередь, конечно, ценовой политики. И вопрос в том, что нет никаких преград для отдыха пар. Вот некоторые семьи поехать в отели, например, для взрослых уже не могут, в силу того, что там есть ограничения по возрасту. А пара может поехать куда угодно, здесь очень много вариантов. Поэтому в данном разделе мы с вами рассмотрим, в первую очередь, те отели, которые не обладают, либо не обладают детской инфраструктурой, либо имеют свои особенности. Опять же, один из самых знаменитых отелей для романтического медного месяца – отель Хуровали. Отель Хуровали не принимает гостей младше 15 лет, поэтому здесь детей просто нет. Отель работает по концепции эко, то есть здесь все только из натуральных материалов. Он очень домашний, здесь прекрасный дизайн номеров, здесь все про романтику. Здесь есть подводный ресторан, конечно же, когда на Мальдивском отеле есть подводный ресторан, это прибавляет ему баллов очень сильно. Поэтому это одна из визитных карточек отеля. Здесь очень много интересных вещей, которых нет в других отелях. Здесь есть пабильон шампанского в тропиках, здесь есть винный бар. То есть отель на самом деле очень интересный, очень привлекательный. Здесь очень хороший домашний риф, это отмечают наши клиенты, которые занимаются сноклингом и дайвингом достаточно профессионально. Очень хорошие отзывы, поэтому если у вас пара, которая хочет заняться изучением подводного мира, этот отель можно им смело рекомендовать. Отель Джеймана Фару. Джеймана Фару прекраснейший, один из моих любимых отелей на Мальдивах. Он на самом деле работает по концепции семейного отдыха. То есть здесь есть достаточно большой детский клуб, и он активный. Но Джеймана Фару – это самый дальний от Мале отель на Мальдивах. То есть это примерно час 20-25 минут на гидросамолете. Это на самом деле далеко. И гидросамолет, он только кажется приятной прогулкой. То есть гидросамолет, он достаточно шумный, там может пахнуть с неприятным бензином. И нужно понимать, что полтора часа на гидросамолете к этому нужно подготовиться, тем более если туристы летят с маленькими детьми. И к этому отелю, наверное, я бы больше рекомендовала подбирать все-таки трансфер «Доместик» плюс «Катер». Недавно около этого отеля открыли еще один местный аэропорт для «Доместиков». И трансфер займет от этого аэропорта буквально 10 минут на лодке. Поэтому, когда вы будете предлагать отель туристам, обращайте внимание на трансфер и обсудим с вами, как лучше туристов в этот отель доставить. Отель на самом деле очень красивый, он очень стильный. Здесь невозможно запутаться в категориях номеров, потому что кроме больших вилл, которых там по одной, здесь всего 4 категории. 2 пляжные категории, 2 водные категории. Все категории имеют свой бассейн. Если мы посмотрим с вами на левую нижнюю картинку на слайде, мы видим бассейн. Все бассейны находятся во внутреннем дворе. То есть в отеле нет номеров, где бассейн бы стоял в сторону пляжа от номера. Номера очень большие, то есть здесь номера по 120 квадратов начинаются. Если мы говорим про пляжные виллы, водные чуть поменьше. Водные виллы делаются на Sunset, Sunset, как правило, подороже. Но страны СНГ, наши с вами туристы, как правило, выбирают все-таки виллу Sunset, чтобы с утра не просыпаться рано с первым мальдийским солнышком. А вечером, поскольку все виллы на воде имеют ванну с панорамными окнами, можно было полежать в ванне и посмотреть на закат. Это очень красиво. Я была в отеле тоже в 2018 году, и в 2018 году у них была полная реновация, мы прилетели только после ремонта. И сейчас они снова отремонтировали отель. То есть прошло всего три года, отель поддерживают просто в идеальнейшем состоянии. Отель попал в нашу категорию для романтического отдыха просто благодаря своей удаленности. Из-за того, что отель достаточно далеко, детей здесь все-таки будет поменьше, чем в отелях, которые находятся ближе к Мале. При этом у отеля есть домашний риф. Отель один из немногих на Мальдивах, который не ограничен волнорезами по своему кругу. В отеле не было вырублено ни одно дерево. То есть это, наверное, из всех отелей на Мальдивах один из самых таких вот нетронутых. Здесь есть ночь Робинзона. Это такая услуга. У них есть отдельный остров необитаемый, где ни электричества, ничего нет. То есть туда можно отправиться на романтическую ночь. То есть там, естественно, есть бунгало. Туда отвозят катер, там свечи, подсвечники. Значит, ну там, конечно же, это такой очень интересный экспириенс, такое приключение для тех, кто хочет ощутить себя в абсолютно необитаемом острове, где нет больше никого совсем, кроме вас. То есть лодка вас привезла, и лодка уехала, она забирает вас уже на следующий день. Гиле Ланконфуши. На самом деле этот отель, про этот отель меня спрашивают очень часто, и я вам сейчас расскажу, почему. Когда туристы либо агенты летят в какой-то другой отель из Мале на север, то есть вот в сторону как раз-таки Джейма Нафару, в сторону Атала Фарааба, на гидросамолете, этот отель видно, он находится около Мале, его видно из иллюминаторов. И мне очень часто присылают фотографии, сделанные из иллюминатора, и спрашивают, а что это за отель? И почему? Потому что если мы посмотрим с вами вот на, получается, верхний правый слайд, вы увидите, что некоторые водные виллы в этом отеле не соединены ни между собой, не соединены с островом. То есть представляете, да, уровень приватности вот на таких виллах. Во время отлива туда можно дойти ногами, но, естественно, вы будете в воде. Либо заказать лодку, вы звоните, за вами приплывает лодка. В отеле нет никакого ограничения на отдых с детьми, но инфраструктуры для детей здесь тоже нет. То есть вот в Гиле Ланка Фуши, в отеле Кому Коко, они говорят, да, вы можете приезжать с детьми, ради бога, но если мы посмотрим на список, что можно делать здесь детям, то это будут, ну, услуги няни. И все, то есть для детей здесь очень мало что есть, поэтому либо вы везете, либо туристы сюда приезжают с детьми, которые умеют самозаниматься и саморазвлекаться, либо все-таки этот отель будут выбирать по большей части люди, которые хотят спокойствия, уединения. Отель такой очень, у него тоже эко-концепция. Здесь есть гастрономическая лавка, куда они привозят там свежесделанные сыры, какие-то колбасы, то есть местного производства, сделанные там на экоферме. Ну, в общем, очень-очень интересная концепция отеля. Он находится прямо вот очень-очень близко от Мале и недалеко находится серф-спот. Вообще вокруг Мале достаточно их много, и если у вас, например, романтические серферы, даже, может быть, с другой стороны такое бывает, то можно этот отель и им рекомендовать. Любители снорклинга и дайвинга, конечно же, выбирают отели в первую очередь с рифами. На Мальдивах есть несколько отелей, которые внесены в список природоохраны ЮНЕСКО, то есть здесь находятся какие-то уникальные биозаповедники. И здесь, конечно же, другой уровень рифов, нежели чем у каких-то отелей, где, например, у некоторых отелей вообще домашнего рифа нет, либо выездной риф такой достаточно, знаете, скромненький. Отели с хорошими рифами достаточно много на Мальдивах, но о них нужно знать. И нужно, во-первых, рассказать туристу, как мы с вами уже говорили о том, что это не Египет, это все-таки немного другая подводная среда, и о том, что некоторые рифы нужно будет ездить. Возят лодки славно на выездные рифы, но, тем не менее, просто туристов нужно об этом предупреждать. Один из первых отелей, который всегда приходит на ум, когда мы говорим о рифах, это Анантара Кихова. Анантара Кихова как раз-таки находится вот в биозаповеднике ЮНЕСКО, при этом вокруг нее очень много точек для снорклинга, для дайвинга, для наблюдения за черепахами, для наблюдения за мантами, для наблюдения за акулами. Если мы посмотрим на карту самого отеля, то можно увидеть, что они даже отмечены на сайте отеля, отмечены вот эти вот точки, где туристы будут снорклить, где они будут дайвить. Здесь даже растут какие-то знаменитые золотые кораллы, которых больше нет вообще ни в одном отелях на Мальдивах. Вот снорклинг-спот, золотая стена, голден-волл, это как раз-таки вот место для наблюдения за этими уникальными кораллами. При этом отель просто потрясающий. Здесь домашний, простите, подводный ресторан выглядит не так, как в большинстве отелях на Мальдивах, когда это такой полукруг, и на тебя немножко вот это вот давит. Здесь ресторан, вот если вы посмотрите на верхний правый слайд, он немножко другой концепт, то здесь вокруг вас вот эта вот природная красота, а крыша обычная, потому что сверху там находится обсерватория. Как раз-таки к слову об обсерватории, вот мы с вами видим на левом нижнем слайде такую лаунж-зону белую. Это лаунж рядом с рестораном. Он находится над вот этим вот подводным рестораном, и, соответственно, там находится обсерватория, то есть здесь еще можно и за звездами наблюдать. Отель на самом деле очень-очень хорош как для семейного отдыха, потому что здесь есть и детский клуб, так и для романтического отдыха, потому что в отеле очень строго соблюдается зонирование. То есть если пара хочет, чтобы у них была максимально удаленная вилла, и чтобы там не было какого-то шума вокруг, они ее получат, и отель очень вот так вот следит за расстелением таких вот, по таким вот запросам. Поэтому сюда можно смело направлять туристов, которые хотят, у которых запросы от снорлинга, дайвинга и спа до семейного романтического отдыха. Единственное, что здесь нет, это здесь нет точки для серфинга, поэтому здесь вот единственная промашка отеля, но это вопрос, конечно же, не к самому отелю, а так, Анантара Кихова. Если у вас туристам нужен уровень 5 делюкс и нужен риф, это вот будет один из лучших вариантов. Лили Бич. Лили Бич очень популярный отель, когда мы говорим про снорклинг. Он один из первых отелей, появившийся вообще, в принципе, на Мальдивах. Это немножечко сказывается на инфраструктуре, но инфраструктура, конечно же, вся обновляется. Здесь риф идет домашний прямо от берега. Он очень классный, он очень большой, но очень активный. То есть и дайверы, и снорклиг, и те, кто занимается снорклингом, сюда приезжают и остаются, конечно же, в восторге. Здесь концепция у этого отеля семейного отдыха работает на все включено. И туристы отмечают, что здесь просто потрясающее питание. Во всех ресторанах можно найти что-то, то есть обязательно детское, поскольку детей в отеле много. Здесь есть, естественно, спа. Единственное, что при бронировании отеля Лили Бич я очень прошу вас обращать внимание на категорию номеров, потому что в отеле есть номера стандартные, старые, ну, относительно старые, да, а есть номера, которые недавно треногировали, и они значительно между другом отличаются. Поэтому если у вас туристы с претензией на хороший номер, то обязательно бронируйте им номера, которые вот новые, потому что это на самом деле очень большая разница. Если туристы позитивные, адекватные, в принципе, им не важно, ну, не совсем точнее важно, какого года выпуска у них там ванна, да, или кровать, то можно смело бронировать базовые номера, все равно отель прекраснейший, и здесь у них останутся очень хорошие впечатления от отдыха. Отель Сан Сиан Вилу Риф, во многих источниках он уже квалифицируется как 5 звезд, но пока я бы сказала, что это 4 звезды плюс. Отель с прекрасным домашним рифом, я сама лично проверяла. Здесь риф прямо от берега, то есть, ну, буквально 30 метров вы проплываете, и уже его можно исследовать, причем на второй, на третий день, там даже было нескучно снова плавать, несмотря на то, что рифы на Мальдивах не очень большие по своим размерам. Отель очень позитивный, отель очень уютный, здесь очень много мест для фотографирования, то есть, это эти вот различные качельки, различные гамаки в море. Здесь очень-очень много, вот, кто, если у кого есть запрос на какой-то отель, где можно пофотографироваться, вот его можно в том числе рекомендовать из недорогих вариантов. Здесь каждый день в 5 часов приплывают скаты, причем они прямо на самом деле приплывают, их 5 или 6 штук. Я как-то очень, знаете, так взято к этому относилась, ну, скаты, скаты. Когда первый раз их видишь, как они как собачки прибегают за едой, это на самом деле очень интересные эмоции, и, конечно же, посмотреть на это стоит. И весь отель каждый вечер вот в 5 часов собирается на пристань, куда приплывают эти вот скаты. При этом отель достаточно демократичный, то есть, у него концепция такого позитива. Если вот вы видите, обратите внимание на фотографии, здесь преобладают яркие краски, которые очень красиво контрастируют с Лазурным морем и с белым песочком. И из-за этого отель такой очень позитивный, очень яркий, когда в нем находишься, у тебя вот возникает стойкое ощущение, что ты именно на Мальдивах, вокруг тебя вот этот вот радостный мир, прекраснейший, даже если прошел дождик, мы когда были в этом отеле, там полчаса шел дождик, это вообще никак не испортило настроение, под дождем покупаться даже интереснее. Но дождь прошел, все, вокруг вас снова светит солнце, вокруг вас вот эти вот яркие краски, поэтому я его рекомендую рассмотреть. Единственное, что обращайте внимание, как я уже говорила, сетка самсиама, она с азиатским уклоном, то есть питание здесь наполовину будет состоять все-таки из азиатских блюд. Просто есть некоторые туристы, которые их не очень любят. Тем не менее, они, конечно же, найдут, чем здесь питаться, здесь достаточно большой выбор, но нужно понимать, что, тем не менее, азиатские блюда в большом количестве в этом отеле тоже будут присутствовать. Для серферов. Есть отели на Мальдивах, куда специально летят люди с разных стран для того, чтобы создать Мальдивскую волну. Волны здесь, конечно же, не достигают каких-то огромных вершин, как это может быть в Австралии, просто потому, что такой волной снесло бы острова. Ну и Индийский океан все-таки в этой части спокойней. Тем не менее, волны здесь прекрасные, на них приезжает очень много людей. И подобрать отель под того или иного серфера, конечно же, можно, потому что есть отели разной ценовой категории. Сейчас мы с вами это увидим. Один из самых популярных отелей для серферов – это Адаран Худран Фуши. Отель популярен, на самом деле, не только для серферов, но и для отдыха с детьми, и для отдыха веселой компании, потому что, в первую очередь, он расположен рядом с Мале. Трансфер на катере займет буквально минут 25-30. Это очень большой плюс. Адаран Худран Фуши, на самом деле, практикует политику записи заранее. То есть, если вы хотите покататься на волнах, на серф-споте около этого отеля, серферу необходимо записаться заранее, потому что желающих, на самом деле, очень много. И чтобы не создавалось толкучки, от которой многие серферы, как мы ранее с вами обсудили, уезжают из Бразилии, уезжают из Австралии, чтобы такой толкучки не было, здесь нужно зарегистрироваться. И вам тогда дадут допуск на волну. Отель работает на премиум, все включено, что, опять же, очень удобно для семейного отдыха, как мы ранее обсудили. Очень здесь демократичные виллы есть. Единственное, что обращайте внимание, что гарден-виллы, это самая первая категория, они находятся не на пляже, то есть они находятся со стороны десерф-спот. Там, конечно же, волны, купаться там невозможно. Но в отеле нет никаких запретов на какие-либо перемещения, то есть туристы, проживающие на гарден-вилле, конечно же, могут купаться, где им захочется, но просто нужно будет ножками пройти. Также я советую обратить внимание на семейные виллы в этом отеле. Это две стандартные виллы, соединенные вместе. И они на самом деле очень демократичны по цене. Они очень демократичны по цене, поэтому они очень часто на стоп-сейлах, их нужно бронировать заранее. При этом есть даже и водные виллы в отеле, и другие пляжные виллы. С одной стороны, пляж будет немножечко такой с камушками, ну, в следствии от того, что идет волна с серфа, с той точки, где катаются серферы. С другой стороны, пляж будет такой более чистый, более пологий вход. Опять же, не возбраняется купаться, где вам будет удобно, около кафе, например, около ресторана, там везде есть лежаки, и всегда можно прийти туда. Следующий отель – Four Seasons Кудахура. Four Seasons Кудахура находится рядом с отелем Синамон Данвели. Синамон Данвели – это четверка. При Синамон Данвели я вам чуть позже расскажу подробнее, потому что мы недавно были там в рамках нашего рекламного тура, но про Four Seasons я не могу не сказать, и сейчас покажу вам, почему. Вот здесь вот, если вы посмотрите на правый верхний слайд, я вот сейчас показываю курсором, вот этот отель Синамон Данвели. Вот здесь вот видно кусочек Four Seasons, то есть у них очень серф-спот, вот эта вот волна – это паста-поинт, очень знаменитый серф-спот. Здесь катаются аргентинцы, здесь катаются австралийцы, мы встретили ребят из ЮАР, то есть такой очень демократичный отель. Если серферы у вас с запросами, то можно сделать им проживание в отеле Four Seasons и пользоваться просто вот этой паста-поинтом в качестве гостей отеля Four Seasons. Вот здесь еще видно, если вы посмотрите на слайде, есть маленький островочек. Он на самом деле был объектом спора между отелем Синамона и Four Seasons. Каждый отель хотел его себе, потому что здесь можно делать инфраструктуру, это все-таки территория. Угадайте, кто победил. Ну, конечно же, Four Seasons. Теперь островочек принадлежит Four Seasons. Вот здесь они построили джетти, ну, это вот эти вот мостики, да, которые соединяют водные виллы и островную часть. И теперь вот этот вот остров принадлежит струбе Four Seasons. Four Seasons на самом деле подойдет в том числе и для отдыха семейного, и для отдыха компаний и друзей, потому что здесь есть семейная инфраструктура, здесь есть детский клуб, здесь возможно заказать круиз на катамаране от трех ночей, и здесь также есть домашний риф, он не очень активный, потому что около Мале, в принципе, сложно найти какой-то хороший классный риф, но тем не менее, если туристы хотят заняться снортлингом, они вполне удачно могут здесь это сделать. Ну, и, естественно, когда мы говорим про Four Seasons, мы говорим про уровень, то есть сервис идеальный, номера идеальны, за этим здесь очень сильно следят, поэтому, если вот есть у вас такой вот запрос на катание на серфе от состоятельных клиентов, где можно поучиться, можно им смело рекомендовать Four Seasons. Спа. Спа, как мы уже с вами ранее обсудили, поскольку Мальдивы находятся в Азиатском Юго-Состочной Азии, это, в принципе, популярный очень вопрос о том, чтобы в отеле было очень хорошее спа. Спа на самом деле есть практически во всех, ну, даже не практически, а во всех отелях на Мальдивах, но где-то спа не такое, как в остальных отелях, где-то оно чем-то отличается. Мы сейчас с вами, опять же, на примере, посмотрим, куда может править туристов с запросом на хорошее спа. Отель Конрад. Конрад на самом деле очень похож, точнее, чем-то похож на отель Анатара Кихова, который мы с вами рассматривали в разделе для снорклинга, потому что... У Конрада тоже потрясающий домашний риф, я всегда об этом говорю. Здесь очень-очень-очень классное погружение для дайверов и для снорклинга. Есть туристы, которые летают в этот отель много лет подряд, и вот в первую очередь из-за домашнего рифа, из-за того, что здесь очень-очень хороший сервис. При этом он будет примерно... Ценовая политика примерно на 15-20% пониже Анатара, то есть если туристы в Анатару не проходят, смело можно рекомендовать ему Конрад, они не потеряют. Кстати, в Конраде и в Анатаре очень-очень часто акции BB равно HB, то есть туристам минимальное питание, им будет апгрейд с завтраков до завтраков ужинов. Очень хорошее на самом деле предложение с учетом общих цен на Мальдивах и тем более с учетом ценников, которые может быть в Анатаре и Конраде. В Конраде два спа-центра, то есть здесь отель состоит, стоит на двух островах, и на каждом острове есть свой спа-центр. Один спа-центр находится над водой, и вот если вы посмотрите на правый верхний слайд, то вы видите, что вот эти вот столы для массажа, они стоят, здесь вот не очень хорошо видно, но если присмотреться, над стеклянным полом, как я уже говорила, здесь потрясающий лифт, то есть туристы, когда лежат на массаже, могут еще и понаблюдать за подводным миром, ну, если у них есть такое желание, если они не ушли в Нирваны или там не уснули, например. А на втором острове находится спа-ретрит, то есть здесь можно заказать ретрит-программы там от двух дней и там до двух недель с детексами, с различными какими-то еще запросами, которые есть у туристов. На самом деле очень большой список программ отеля Конрад, потому что спа – это одна из их вот таких вот фишек классных. При этом Конрад – это единственный отель на Мальдивах, на данный момент здесь подводная вилла, то есть у нас в правом нижнем углу видно вот эту вот подводную виллу, то есть можно остановиться под водой. Мне кажется, это такой, знаете, аттракцион, то есть на одну-две ночи, конечно, можно, но не думаю, что есть какая-то дикая потребность или дикое желание жить в таком номере долго. Тем не менее, он есть. В отеле очень много ресторанов, в отеле есть детский клуб, потому что отель ориентирован на отдых для всех – и для романтических пар, и для семейного отдыха. Здесь тоже очень грамотное зонирование, то есть если у вас есть запросы туристов, чтобы в отеле было тихо, и чтобы вокруг них не было шума, Конрад можно смело рекомендовать. Они тоже очень внимательно относятся к тому, какая категория гостей к ним приехала, и хотят гости, чтобы вокруг них была инфраструктура, им нужно жить поближе к ресторану, или они хотят уединения. Это очень важно, и на самом деле не во всех отелях за этим следят, Конрад за этим следит прямо вот очень. Отель Сексенсис, конечно же, знаменитая сеть, и здесь авторская спа от Сексенсис, то есть это авторские программы. Вот если вы посмотрите на левую верхнюю картинку, так вот выглядят спа-павильоны, то есть здесь погружение вот в этот вот регион, оно прямо вот стопроцентное, то есть здесь вообще не остается никаких шансов, чтобы ощутить, что вы находитесь вообще где-то в другом месте. В принципе, вся инфраструктура отеля Сексенсис, и номера, и рестораны, они все выглядят вот прям как Мальдивы-Мальдивы, то есть если у вас есть запросы от туристов на какие-то вот самые классические Мальдивы с очень крутым спа, в том числе можно им предложить отель Сексенсис, а здесь есть и кинотеатр под открытым небом, здесь недалеко, кстати, есть серф-спот, он не такой популярный, потому что рядом нет бюджетных отелей, и поэтому про него реже говорят, но тем не менее, если у вас мега-активные туристы с хорошим бюджетом, можно предлагать им этот отель, потому что здесь и спа, и домашний риф, здесь даже есть центр морской биологии, изучение морской биологии Мальдив, здесь есть серф-спот, то есть здесь вот абсолютно все развлечения, которые можно придумать на Мальдивах, в этом отеле они есть, при этом отеле уровня, как мы знаем, высокого, потому что это Сексенсис, это, да, качество, здесь за этим следят прямо вот от и до. Дуси Тани, тоже знаменитая сеть, вы наверняка с ними сталкивались, очень популярны в азиатском регионе, и у них есть тоже авторская Девара на спа, где также есть авторские программы. Они очень много делают программ по велнесу, по детоксу, у них уклон, естественно, в восточную всю эту тематику, то есть массажи там с травами, вот эти вот все лемонграссы знаменитые, жасмин, это все, естественно, есть, это вообще, в принципе, есть в каждом отеле на Мальдивах, но в Доваране, в Тани это особенно заметно, вот этот вот уход на тайские массажи нескольких видов, и при этом Дуси Тани, чем отличается их спа, оно находится среди джунглей, вокруг растительности, если в некоторых отелях, наоборот, стараются спа-павильон поставить поближе к океану, чтобы было слышно или видно океан, то в Дуси Тани, наоборот, стремятся, чтобы вокруг были джунгли, чтобы у вас было ощущение, что вы находитесь где-то в экзотическом районе. При этом отель ориентирован на семейный отдых, на отдых пар, здесь также сюда можно отправить и в медовый месяц, и для отдыха с маленькими детьми, здесь никто никому мешать не будет, но для романтического, например, отдыха хорошо, что здесь есть там программы на двоих, то есть если туристы, на самом деле, это очень любят, им всегда нужно об этом говорить, что здесь возможность строить какое-то романтическое спа, поэтому советуйте обязательно, рассматривать этот отель, он в том числе работает на системе «Все включено». Для веселой компании первый отель, который мы вспоминаем, это, конечно же, Хардрок, который открылся на Мальдивах вот буквально, можно сказать, что совсем недавно. Отель очень веселый, отель подвижный, но помимо Хардрока есть куда отправить туристов, это и Сай Лагун, это соседний с Хардроком отель, и это Сан Сиамалу Велли, отель находится недалеко от Мале, туда трансфер на кассере, и, в принципе, там вечером тоже музыка, там можно потанцевать, можно отдохнуть, выпить и хорошо провести время. Адран Худранфуши, мы с вами рассмотрели его, потому что там очень много серферов, отель рядом с Мале, и он достаточно популярен для больших компаний, то есть семейный номер берешь, либо две виллы, или три-четыре виллы, смотря какая у вас компания, и им скучно в этом отеле тоже не будет. В отеле Кокун Мальдивс, кстати, проводятся пляжные вечеринки, дискотеки на песке, white party, я вам про него расскажу чуть подробнее далее, потому что мы недавно его посмотрели. Давайте немножко поговорим про Хардрок. Хардрок, Сай Лагун, вместе с Мариной Кроссроудс, образует целый комплекс. Если мы посмотрим на слайд, здесь у нас отель Хардрок, здесь Сай Лагун, и вот это вот все, это Марина Кроссроудс, это бары, это рестораны, это магазины, это город, это целый город на Мальдивах, но при этом город не местный, не локальный остров, а целый развлекательный комплекс на самом деле. Если у вас туристы вот любят, хотят на Мальдивы, но любят где-то погулять, то это те отели, которые можно для них рассмотреть, потому что где здесь погулять, прекрасно, прекрасно можно сходить куда-нибудь. Марина Кроссроудс, конечно же, интегрирована в жизнь обоих отелей, то есть когда мы берем тип питания, там, HBFB в отелях, все включено, некоторые рестораны и отели с Мариной Кроссроудс будут ходить в тип питания. Что здесь есть? Здесь есть, конечно же, Хардрок кафе, не может быть Хардрок отеля без Хардрок кафе. Здесь есть кафе Дель Мар, это филиал кафе, который находится на Ибице с дискотеками. Здесь есть огромнейший, просто детский центр Каймала, просто очень большой и для детей разных возрастов. В общем, чем заняться детям, здесь, конечно же, тоже есть. То есть даже если у вас приехала семья с детьми, молодая, например, детей можно привезти в детский клуб, из которого их потом нужно за уши выдирать, а родители молодые идут тусоваться по барам, по клубам, потом детей забирают и спокойно, пешочком 500 метров по джете идут до своей вилы. Очень интересный проект, на самом деле, уникальный на Мальдивах и уже себя, в принципе, оправдал. Немножечко остановимся на отелях Hard Rock. Соответственно, здесь классическая атмосфера сети Hard Rock, здесь играет музыка, здесь можно попросить, чтобы вам принесли электрогитару в номер или проигрывать, или вы будете играть на электрогитаре бесплатно абсолютно, это входит в стоимость проживания. Здесь есть занятия йогой, здесь есть спа, здесь есть местный детский клуб, то есть Марину идти не обязательно. Здесь очень большой список алякад-ресторанов, которые будут входить в систему питания HBFB и All-Inclusive. Поэтому отель очень активный, очень интересный, единственное, что здесь проблема, конечно же, с домашним рифом и иногда вне сезон бывают проблемы с пляжем, то есть здесь могут быть осколки кораллов, но ничто не мешает их просто обойти и купаться дальше. Также рекомендовала бы рассмотреть здесь водные виллы, потому что водных вилл, как мы знаем, с пляжем проблем нет, потому что они стоят на воде. Сай-Лагун, соседний отель, соответственно, чуть более спокойный, здесь электрогитары, к сожалению, в номер уже не принесут, но здесь очень много семейных больших номеров, то есть если у вас едет семья с детьми, то, возможно, им сводит рассмотреть отель Сай-Лагун. Здесь номера очень эргономичные, большие по площади, two-bedroom их здесь достаточно много. Также отель имеет доступ ко всей инфраструктуре Marina Crossroads, можно пользоваться всем и посещать рестораны, бары, дискотеки и так далее. То есть отель такой спокойный, но тем не менее вся инфраструктура доступна и можно его смело рекомендовать. Опять же, от Малета буквально 15 минут на кате, это очень удобно, если семья не хочет куда-то ехать далеко. Недавно наша компания вернулась из Фомтура, в августе мы ездили на Мальдивы, инспектировали для вас отели, мы были в четырех отелях, это Какун Мальдив, Скандима, Эмиральд и Синамон Данвели. Сейчас я чуть подробнее вам про них расскажу, потому что в каждом отеле есть своя особенность и очень было интересно посмотреть, во-первых, сравнить между собой отели, потому что, если вы обратите внимание, отели все разного уровня, мы покатались на всех видах трансфера и на гидросамолете, и на катере, и совместный доместик с катером, было очень интересно, и сейчас я вам про наш опыт расскажу. Какун Мальдив был первым отелем, в который мы приехали, трансфер на гидросамолете либо доместик плюс катер, отель принадлежит итальянцам и ориентированно на европейский рынок. Это на самом деле очень важно для многих туристов, чтобы вокруг были европейцы, допустим, из России, из Испании, из Италии, мы встретили там даже американцев. В первую очередь, это сказывается на типе питания сервиса, то есть питание здесь европейское, конечно, с налетом мальдивской кухни, она в любом случае, мы же все-таки на Мальдивах, она здесь есть, она здесь преобладает, но тем не менее, 70% питания ориентировано на Европу. Очень легко детей кормить, потому что дети все-таки к азиатской еде у нас непривыкшие в России, поэтому смело можно рекомендовать отель для семейного отдыха с детьми. Отель работает только на все включено либо все включено плюс, при этом я советую обращать внимание на концепции питания и на разницу в плате, то есть за Олд Плюс достаточно большая доплата, но обязательно сравните и проговорите с туристами, нужно ли им Олд Плюс или просто Олд им будет достаточно. В Олд, конечно же, входят питание трехразовое, алкогольные и безалкогольные напитки, но, например, список алкогольных напитков он будет значительно короче, чем на Олд Плюс. Вот опять же вопрос упирается обычно в Мальдивах, в первую очередь в алкоголь. Тут уже вам нужно обсудить с туристами. Отель на самом деле очень мы были удивлены, потому что мы часто отель продавали все-таки для семейного отдыха, он здесь, он очень подходит для семейного отдыха, здесь есть детский клуб, здесь вообще очень трепетно, то есть к детям, это итальянцы, итальянцы очень любят детей, здесь было очень много молодежи, здесь была дискотека на песке, то есть здесь играет диджей, здесь может быть живая музыка, на ужине вам будут петь вживую, играть на инструментах, то есть здесь на самом деле есть чем заняться, то есть сюда можно смело ехать ребятам, которые хотят днем наслаждаться Мальдивами, а вечером потусить. Будет классно, им будет классно. Немножечко расскажу вам про номера, обратите внимание, пожалуйста, самая низкая категория – это бичвилла, бичвиллы стоят по два в блоке, то есть вы одни ввели, вот у нас справа, где у меня сейчас курсор, вот это самая низкая категория, за стенкой будет вторая бичвилла, то есть здесь вопрос просто приватный, сидится что-то, двери здесь не будет, дверь будет только, если это фэмилии бичвилла, фэмилии бичвилла – это просто две сдвоенные бичвиллы, ну, она считается бичвилла коннект, кстати, очень рекомендую рассматривать в этом отеле фэмилии бичвилла, они очень хорошие по стоимости, и часто у этого отеля, особенно в низкий сезон, бывают акции, там, гидросамолет за полцены, или там 20-30-40% скидка, то есть выходит проживание на все включено в достаточно хороших пятизвездах, очень интересно по цене. Бичвилла, если вы живете, у вас просто приехала одна семья, она живет на одной бичвилле, нужно понимать, что вы ушли с виллой, можете столкнуться с соседями здесь. Ну, для многих это ничего страшного, просто нужно об этом туристов предупредить. Бичсьют – это следующая категория, это уже отдельно стоящие бунгало, они стоят по одному, единственное, о чем нужно предупреждать туристов, которые живут в бичсьютах, вот мы как раз жили в рекламнике в таком, напротив, очень мелкое море, то есть очень удобно для плавания с детьми, но если туристы любят сразу глубину, им нужно будет немножечко пройти и купаться в районе бичвилл, просто чтобы сразу попасть на глубину. Ну, тут уже просто кто как любит, скажем так, во время прилива, конечно же, здесь купание получше. Водные виллы практически все стандартные, то есть они выглядят так же, как и бичвилла, и бичсьют внутри. В отеле, в принципе, концепция, у них нет ничего лишнего, у них нет какой-то излишней яркости в интерьере, поэтому здесь он такой, ну, сдержанный итальянский стиль, то есть у вас будет ощущение, что вы так вот приехали в итальянскую семью на Мальдиву. Очень интересный опыт и отель мы, конечно же, рекомендуем по посещению. Следующий отель у нас был Кандима Мальдивс. Кандима очень популярный отель на российском рынке, при этом Кандима ориентируется по продажам на российский и арабский рынок. Ну, и немножечко Европы, скажем так, к ним заезжает. Питание ориентировано на арабский и на европейский рынок. Примерно 50 на 50, но летом туда приезжает больше туристов из арабских стран, поэтому летом в межсезонье там в питании перекос будет все-таки вот на азиатскую еду, на арабскую еду. Об этом просто, опять же, нужно предупреждать. Отели очень яркие. Вот мы с вами смотрели Сан-Сиам Белуриф, когда разговаривали про рифы. Здесь тоже преобладают какие-то яркие элементы, что-то розовое, что-то ярко-голубое. Это на самом деле увеселяет отель. Ну, это, знаете, такая визитная карточка пятизвездочных отелей, но не делюксов, потому что делюкс отелей, как правило, в более сдержанных тонах. Кандима яркая, Кандима веселая, Кандима очень длинная, остров 3 километра. И я в первый раз я жила на водной вилле, и до ресепшена я шла 20 минут пешком. Для меня это новый опыт, и на Мальдивах никогда в жизни столько не ходила, сколько в отеле Кандима. Это, конечно же, не напрягает никак, все-таки, ну, Мальдивы не могут напрягать, но нужно понимать, что отель просто очень-очень большой. Домашний риф отеля есть, но до него не доплыть. То есть все равно для того, чтобы посноркнуть на домашнем рифе, вам нужно садиться на лодку. Она, естественно, бесплатная для всех гостей отеля. Два раза в день отвозят плавать на домашний риф. Тип питания в Кандиме можно выбрать любой. От завтраков, но обычно там BB равно HP, до все включено. Быстренько скажу вам по номерам, на что обязательно нужно обращать внимание. В Кандиме базовые номера Sky Beach Studio. Вот мы посмотрим на верхний слайд. Видите, блоком, да, то есть на втором этаже это всегда Sky Studios, на первом этаже Beach. Здесь на картинке не видно, но здесь рядом стоит еще один такой же. То есть в Кандиме номера блоками в низких категориях, по четыре в блоке. О чем здесь нужно предупредить туристам? Ну, первое, если это Sky Studio, это второй этаж, то есть им нужно подниматься по лестнице. И второе, если вы, допустим, отдыхаете в вилле, которая отдельно стоящая, ну, вот, как, например, Beach Villa, да, у нас здесь с бассейном, джакузи внизу, то вокруг вас растительность и никого нет. Это приватность. Когда вы отдыхаете в Sky Beach Studio, перед ним стоят по там 8 лежаков перед каждой, но вы вышли этот лежак, и вокруг вас еще три номера, и там могут быть люди. То есть здесь приватность, она уже, конечно же, не такая. Ее здесь нет. Но многим это не мешает никаким образом отдыхать. То есть номера все свежие, после ремонта, с новым дизайном. Просто нужно предупредить туристов, что если мы выбираем вот эти две категории номера, то, как бы, вопрос про приватность, он уже не очень здесь, скажем так, и стоит. Вот. Единственное, что обязательно обращайте внимание при бронированной категории Ocean Pool Villa. Ocean Pool Villa, я вот здесь на картинке ее показала. У нее есть особенность. Это вилла на пляже, но она, часть ее уже стоит на сваях над океаном. Здесь у нее есть бассейн, и у этой виллы нет спуска к пляжу, потому что пляжа здесь нет. Здесь волны, здесь камни, и здесь нет возможности купаться. Кто покупает такие виллы, их покупают арабские семьи, потому что у этой виллы полная приватность. К ней нельзя подойти с берега, к ней нельзя заплыть с моря, поэтому арабские страны, где замотанные дамы в Чиндрах-Паранжах, это вот про них. То есть, если у вас туристы хотят виллу с видом на океан, с бассейном, предупредить их, что купаться на пляже они здесь просто, к сожалению, не смогут. Нужно выбирать виллы на другой стороне, где спокойный вход в море. Отель Эмиральт. Отель Эмиральт, я думаю, что многие из вас про него слышали, очень популярный отель. У него замечательный маркетинг на российский рынок, он здесь очень хорошо рекламируется, и на самом деле этому есть объяснение, потому что отель для российского рынка, для российского туриста очень подходит. Отель принадлежит, на самом деле, итальянцам, но продают они его в основном на страны СНГ и на Европу. Примерный процент российских туристов, когда мы там были в рамках рекламы тура составлял 70%. То есть на 70% отель был загружен, и 70% загрузки отеля, 70% это были российские туристы. Но пугаться не стоит. Очень часто туристов можно услышать, что они хотят поехать отдыхать в отель, где нет других российских туристов. Здесь все очень чинно, все очень благородно, здесь определенная публика, потому что отель, ну, не дешевый, но сводится на качество, конечно же, оправдывающий, но это определенный финансовый уровень. И здесь при полном все включено, включая всевозможные коктейли, дорогой алкоголь, большую винную карту и так далее, здесь нет никакого морального разложения, скажем так, туристов. Поэтому в отеле очень много русских, на них, под них заточен здесь сервис, то есть сервис заточен под нашего с вами туриста, и это отмечается. То есть детский клуб и есть русскоговорящий сотрудник. Здесь вообще, в принципе, есть русскоговорящие сотрудники, и они очень помогают, если у туристов возникают какие-то вопросы. У отеля концепция семейного отдыха, опять же, не возбраняется отправлять сюда в романтическое путешествие, здесь прекраснейшие водные виллы, очень красивые, мне кажется, самая красивая ванна на водной вилле, которую я когда-либо видела. Здесь перед каждым заездом к вашей вилле поставят велосипеды по количеству человек, то есть и детские велосипеды, и взрослые велосипеды. Здесь прекрасный премиум «Все включено», включающий себя а-ля карт ресторана, это вот очень важный такой момент, который очень часто у нас спрашивают. Здесь есть домашний вилл, то есть для него не нужно плавать, специально плыть на лодке, можно стартовать прямо вот от вилл, на которых проживают туристы. Расскажу вам немножечко про номера. Номера здесь, в принципе, какой-то определенной специфики своей не имеют, то есть есть виллы на пляже с бассейном, с джакузи, есть виллы на воде, есть виллы на воде с бассейном, с superior виллы. Единственное, что я бы обратила ваше внимание, на пляж около номеров, пляж около номеров отличается. Самый лучший пляж находится напротив номеров бич-вилла с джакузи. Далее идут обычные бич-вилла, бич-вилла фейбли, и вот напротив номеров бич-вилла С бассейном, с пляжем могут быть проблемы, потому что они там скаменистые местами. О чем нужно предупредить туристов? О том, что если получится, их, конечно же, поселят подальше. Если не получится, то им нужно будет просто ножками немножко пройти и купаться в хорошем месте, либо пользоваться своим бассейном. При этом я бы также хотела обратить внимание, что в отеле есть категория Marina Beach Villa Vif Pool. И эти три номера, их всего три, они находятся прямо напротив стоянки гидросамолетов. То есть это бичвилла, это, в принципе, стандартная бичвилла с бассейном, но прямо напротив нее, буквально, не знаю, в 50 метрах паркуется гидросамолет. То есть это возможный шум, точнее невозможно, конечно же, это шум. И не знаю, насколько удобно туристам будет купаться напротив таких вилок, когда вокруг тебя ходит очень много, достаточно много людей. То есть люди идут на пирсный гидросамолет, там же пирс с лодками находится, поэтому это самая дешевая категория номеров в данном отеле, но вы, пожалуйста, туристов предупреждайте. И еще предупреждайте туристам о том, что если бы на Мадивах было соревнование за самый скользкий пол, то ванна Эмиральда бы точно победила, потому что, ну, на самом деле, кафель скользкий, просто будьте аккуратны. Итак, Синамон Данвелли. Это был последний отель в нашем прошедшем фаб-туре. Мы с вами говорили про него, когда упоминали отели со своими серф-спотами. И на самом деле серф-спот находится прямо в этом отеле. Вот его тут на картинке даже видно. И он достаточно знаменитый, сюда приезжает со всех уголков планеты. Отель демократичный. Здесь нет ориентации на какой-то рынок продаж как таковой. Здесь ориентация вот именно по интересам. То есть, в первую очередь, это серферы. Во вторую очередь, это те туристы, которые хотят отдохнуть на Мальдивах достаточно демократично, потому что отель четыре звезды, такие крепкие четыре звезды. И он вследствие этого недорогой. Здесь есть также разные типы питания. В отеле можно остановиться на «все включено». Но, например, допустим, тем же самым серферам это не нужно, поэтому можно выбрать какой-то более низкий тип питания. Если вы едете сюда с детьми, либо вам нужно «все включено», то проблем с этим не возникает. Это можно сделать. А сейчас я расскажу вам. В этом отеле очень есть важный момент, касающийся категории номеров. Самая низкая категория – это номера «Superior Ocean View». И вот если вы посмотрите на картинку, они находятся вот в таких вот блоках по шесть номеров. В «Кандиме» мы смотрели, там было четыре номера, здесь по шесть номеров. Отличие от таких вилл, например, от той же самой «Кандиме», что они находятся на той стороне острова, где нет пляжа. Мы сейчас вернемся с вами на предыдущий слайд. И вот «Superior Ocean» они находятся где-то примерно вот здесь, вот здесь. То есть вот в этой стороне здесь нельзя купаться, потому что здесь камни, здесь идет волна. И те, кто проживают в «Superior» и в «Дуплексах», сейчас я вам их тоже покажу, они ходят купаться вот сюда в лагуну. В лагуне спокойно. В лагуне стоят лежаки специально для номеров, которые находятся на стороне, где нельзя купаться. Единственное, что они не пренумерованы, поэтому кто раньше пришел, того и тапки. Кто раньше пришел, занял себе лежак получше. В принципе, с этой проблемой особо не возникло. Мы были в отеле при полной загрузке, и не было никакой драки за лежаки. То есть люди спокойно приходят, располагаются, плавают в лагуне. Опять же, поскольку чаще всего эту категорию номеров выбирают серферы, то они, в принципе, и купаться особо неинтересно. Они с утра ушли на серф-спут, вечером вернулись, пошли в парк. Тем не менее, если вы советуете этот отель туристам, обращайте внимание, что «Superior», «Ocean» и «Дуплекс» не выходят на берег. «Дуплекс» – это номера двухэтажные. На первом этаже там будет небольшая гостиная с диваном, и на втором этаже двуспальная кровать. Они также находятся в блоках, и их нужно бронировать с особым вниманием. Если у вас едет семья с детьми, то, конечно, их нужно обязательно предупредить, что до пляжа нужно будет пройти 3 минуты, 2 минуты даже остров 450 метров в длину. Если у вас едут молодежь, какие-то легкие на подъем ребята, то, пожалуйста, можно их в эти номера бронировать, просто их предупредить о том, что на пляж надо будет идти ножками и немножечко через остров. Номера, которые, категория номеров, которые находятся непосредственно в лагуне, которую я показывала на предыдущем сайте, начинаются с «Бичбунгла». «Бичбунгла» – это номера, которые стоят в блоках Ко-2. Они находятся, сейчас я вам покажу, вот тут, в этом районе острова. У них пляж прямо вот здесь вот сразу же начинается выход. Единственное, что между номером и непосредственно входом в воду есть бетонный такой порожек. Он примерно сантиметров 30 по высоте. Он никому не мешает, просто через него нужно переступить, и дальше уже идет, начинается море. То есть это как такой волнорез, чтобы вилу не затопило, потому что во время прилива вода поднимается прямо буквально к порогу этой виллы. Junior Suite – это шестая категория из восьми существующих. Вот мы жили как раз-таки в таком номере. Junior Suite тоже стоят в блоках Ко-2. То есть если мы говорим про приватность данного отеля, то это вот не… точнее, про приватность, это вот не про этот отель. Здесь нет такого, что вы вышли загорать около своей виллы, и вокруг вас никого больше нет. Такое возможно только на водных виллах. Я сейчас тоже про них расскажу. Junior Suite стоят в блоках Ко-2, но у них немножко лучшее расположение. Они находятся вот прямо здесь вот. И здесь нет никаких волнорезов. То есть вышел из номера, прошел мимо своих лежаков, прошел мимо лежаков, которые стоят для туристов из других категорий номеров, и уже сразу зашел в воду в прекрасную лагуну. Очень классное купание, кстати, для детей, что и самое интересное. Отель хоть и не сильно ориентирован на детский отдых, но с детьми купаться здесь будет прекрасно, потому что лагуна огорожена, никакого вообще, ни ветра, ничего нет. Единственное, что проблема у них – набитает коралловую крошку, и в сезон ее, конечно же, чистят. А вот в несезон уже не чистят. Поэтому если вы приезжаете туда летом, то вход будет по кораллам. Ну, он, конечно, комфортный, да, но просто как бы детишек нужно предупреждать об этом. Водные виллы есть двух типов в данном отеле. Одни водные виллы смотрят на волну, вот здесь вот находится ветка водных вилл, и другие водные виллы смотрят на отель Four Seasons, который мы с вами рассматривали. Отели, которые смотрят, точнее номера, которые смотрят на волну, ну, здесь нужно понимать, что купаться здесь, ну, мне было бы страшновато. Я вот очень хорошо плаваю, но купаться с такой водной виллы, когда вокруг тебя волна серферская, на которой приезжает со всего мира, покупаться, наверное, как-то немножечко напряжно. Но, тем не менее, здесь водные виллы с видом на океан, вокруг тебя шум волны. Это для серферов-романтиков, наверное, вообще очень классно. Вот эти же водные виллы, вот это водные сьюты, они двухкомнатные, они достаточно новые. И вот если мы говорим про классические водные виллы на Мальдивах, вот они больше похожи на вот эту категорию. У них вот есть такая вот гостиная и спальня. В гостиной есть стеклянная дверь, все панорамное, все красивое. Ну, вот это самые новые номера, которые, ну, построены, точнее, были последними. И вот если у вас туристы хотят где-то там недалеко от Малия в хорошем номере, но в демократичном отеле, то можно брать вот эту категорию номера. Как раз-таки она им подойдет. Перед вами список отелей, которые откроются, либо уже открылись. Отели 2021 года. Отели разной категории, то есть в этом году открылись Якуда Веленгини, отели 5 звезд Deluxe находятся недалеко от Малия Трансфер на катере. Обратите внимание при бронировании, что также здесь есть самая низкая категория номеров, которые находятся в блоках. То есть она, это будет Sky Studio, они находятся на втором этаже. Вопрос просто, если вы бронируете туристов Deluxe, нужно обращать их внимание на, ну, такую неполную приватность при проживании в таких номерах. Это и, конечно же, сет Вискартон, это Патина Мальдивс, Леомеридиан. И также открываются в этом году несколько отелей таких очень популярных сеток, либо распространенные, это наши любимые крепкие мальдивские пятерки. Сиам Уорлд, Кора Кора, Ново Мальдивс. Ново Мальдивс, как говорится, от создателей Кандимы, у них общий менеджмент, одни владельцы. Отель будет работать на все включено, он открывается буквально в ноябре. И единственное, что пока там нет детской инфраструктуры, ну, скорее всего, она там появится, потому что отель, работающий на все включено, он, как правило, притягивает семьи с детьми. И когда первый турист спросит, а где же какая-то инфраструктура, то отель, конечно же, сделает там детский клуб. Кора Кора, в принципе, позиционируется изначально как семейный отель. Тоже они будут работать на все включено. И вот про Сиам Уорлд я сейчас расскажу вам немного подробнее. Отель Сиам Уорлд сходит в сетку Сан Сиам. Мы сегодня про них с вами дважды говорили, рассматривая отель Сан Сиам Ируфуши, как отель для семейного отдыха, и рассматривая отель Сан Сиам Белуриф, как отель для, ну, в том числе для семейного, для романтического отдыха, и для любителей снорклингов, потому что там хороший домашний риф. В отеле, в принципе, в этой сети уже несколько отелей, и вот 28 октября у них открывается отель, который будет самым большим отелем на Мальдивах. Здесь, задумайтесь, 5 веток водных вилл, 5 веток отдельных. То есть остров будет такой большой, что у них будет вот столько даже водных вилл. Соответственно, в отеле очень много семейных вилл, очень много 2-bedroom, 3-bedroom. Есть даже президентский сьют, там вообще площадь такая, что, мне кажется, там можно потеряться. Тем не менее, отель будет что-то среднее между Сан Сиам и Руфуши по набору ресторанов, по системе питания, по концепции, по эргономичности острова. Но по интерьеру он будет светлее. Если в Руфуши интерьер темный, то в Сиам Ворлд, это, как мы видим уже на первых фотографиях номеров, это будут светлые номера. Номера будут большие. Отель будет работать по системе ВАУ, все включено. То есть, это такая же система, все включено, как, например, опять же, в Руфуши, либо, как сейчас, в Вилл Риф. То есть, это алякарты, включенные в стоимость. Есть, конечно же, за доплату. Есть сет-меню в алякарте-ресторанах. Это алкогольные и безалкогольные напитки в барах, в ресторанах. При этом в отеле будет очень много всего для детей. Они планируют плавучий аквапарк. У них будет детский клуб, это обязательно. То есть, на такой большой отель у них будет просто огромное количество активностей. И я вот рекомендую присмотреться к нему, потому что, как правило, когда открывается отель на Мальдивах, это, кстати, касается и Кура-Коры, и Куда Веллингини, и Ново Мальдивс, отели дают очень много акций. Они либо дают бесплатный трансфер, либо дети проживают бесплатно. В Кура-Коре дети живут бесплатно, например, первые несколько месяцев после открытия Сиамлот. Если мы берем не новогодние даты, то там бесплатный трансфер. Трансфер, как бы, вы знаете, денег стоит, да? То есть, долететь на гидросамолете, там порядка от 300 долларов с человека и до 600. То есть, можно очень хорошо сэкономить и отдохнуть в отеле, который чистенький, свеженький, недавно открылся и с хорошей инфраструктурой. Поэтому это один из отелей новых, которым я рекомендую присмотреться, но про остальные тоже давайте забывать не будем. Очень много акций, можно очень выгодно их посчитать. Единственное, что рекомендовала бы не планировать туристов буквально на первые даты открытия отелей, потому что иногда открытие отелей может сдвигаться, а билеты в наше время сдвинуть можно только за деньги. Поэтому на это обращаем внимание. Коллеги, мы планируем, точнее, у нас уже есть заказанные блоки на Новый год. Блоки будут из Москвы на авиакомпании «Шри-Ланка». С вылетом 25 декабря или 1 января на 13 ночей. Они уже есть у нас в системе, их уже можно смотреть. Единственное, что они там пока светятся под запрос, но места у нас есть. Мы взяли по 10 мест на каждый рейс, и поэтому Новый год уже близко, зима близко, Новый год близко. Поэтому обязательно присматривайтесь к Мальдивам, советуйте, потому что Мальдивы на Новый год, они потрясающие. На Мальдивах на Новый год миллион просто всяких развлечений. И это удивительный опыт, на самом деле, встретить Новый год на берегу Индийского океана, в окружении вот этого рая. И там прекрасные гала-ужины, вот что-что, они вот умеют делать эти все праздники. Это очень интересно, и туристы просто в восторге обычно от проведения Нового года на Мальдивах. А мест в отелях, особенно если у вас, например, летит большая семья, вот ту-бедрум и три-бедрумы во многих отелях уже в стопе продаж. Поэтому на Новый год вот очень рекомендую уже сейчас про него подумать. Если, например, вы понимаете, что какой-то отель вы не можете найти, напишите мне, мы попробуем что-нибудь сделать. Либо подобрать альтернативу, либо очень-очень-очень попросим отель. Коллеги, спасибо большое за ваше внимание. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ко мне какие-нибудь вопросы, могу ли я что-то вам подробнее рассказать? Так, коллеги. А меня вообще слышно было все это время? Коллеги, если ко мне вопросов никаких нет, я тогда поблагодарю вас за внимание. Спасибо большое, очень старалась для вас. Мы всегда, я всегда буду рада вам подсказать, рассказать, что смотреть, какие отели на Мальдивах подойдут вашим туристам, что-то вам порекомендовать. Если вы даже видите где-то отель на стоп-селе, вы все равно напишите мне, мы что-нибудь сделаем. Если у вас есть какие-нибудь вопросы по вебинару, если у вас есть какие-нибудь вопросы по туристам, по отелям, я всегда на связи. Вот сейчас слайд с контактами, то есть общий наш номер телефона и моя личная почта. Вы можете позвонить, вы можете написать, вы можете прислать любой вопрос. Я всегда буду рада вам все подсказать. Помимо Мальдив, также можно писать по Маврикию, по Сейшелам, по всем экзотическим направлениям. Мы будем рады. По вопросу сотрудничества, пожалуйста, позвоните, надеюсь, вам видно слайд. Позвоните, либо напишите мне на почту. Мы обязательно с вами свяжемся, и я вам про все расскажу. Соответственно, коллеги, еще раз спасибо вам большое за внимание. Была сегодня рада рассказать вам про Мальдивы. Мальдивы прекрасны, Мальдивы ни на что не похожи, поэтому обязательно, обязательно рекомендуйте туристам, отправляйте. Под любого туриста можно найти отель, под его бюджет, под его пожелания. Даже самые бюджетные, либо взыскательные туристы всегда возвращаются с Мальдив с очень хорошими впечатлениями. Поэтому не бойтесь продавать. Если что, я вам всегда помогу, подскажу, буду рада. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, скоро со всеми вами пообщаться по поводу наших заявочек. Напоминаю, что у нас есть онлайн. Если чего-то вы в онлайне не видите, либо не получается что-то найти, пишите мне и звоните. Буду очень рада. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...